Приветствую, друзья. Решая проблему отсутствия тактильных ощущений во внутриканальных наушниках, свой вариант предложила и многим известная компания BGVP. В немного уже нашумевшие модели DMA они задействовали 9-мм динамик, три фирменных балансных арматуры от Sonion и Noose и, что хочется отметить отдельно, целых два драйвера костной проводимости. Причем, не какой-нибудь Noname, а тоже производство Sonion. Настройка у них как всегда самого высокого класса, богатый комплект, удобная посадка и естественно просто невероятно крутое звучание. О них сегодня и поговорим. Поехали. Пришли наушники в интересно так оформленной коробке с изображением самих героев обзора, логотипом Hi-Res аудио сертификации и списком их технических характеристик. Откуда мы узнаем, что внутри у них установлен динамик, три арматурных излучателя, а также сдвоенный драйвер костной проводимости. Причем импеданс всей этой конструкции составляет всего 17 Ом, а ее чувствительность 106 дБ. В комплект нам положили инструкцию, плотный белый бокс из кожзаменителя, пару пенок и два набора фирменных силиконовых амбушюр. Насадки, вообще говоря, неплохие, но мне больше нравятся КБ07. Кабель тут тоже достойный, однако MMCX разъем в 2024 году уже как-то не смотрится. Впрочем, он толстый, гибкий, витой и, что я особенно ценю, со сменным штекером. То есть мы сразу имеем и классический уже джек на 3,5 мм и балансный пентакон 4,4 мм. Пользоваться таким не только можно, но и нужно. Прекрасный кабель. Сами чашечки выполнены из полностью прозрачной гипоаллергенной смолы, сквозь которую прекрасно виден динамик, все три арматурных излучателя, а также блок костной проводимости. Причем последний имеет прямой выход на корпус, а все остальные отдельными акустическими трубочками аккуратно уходят в звуковод. Внешняя же часть сделана из металла, стилизована под литеру U с металлической сеточкой в центре, куда, если присмотреться, выведены отверстия для компенсации динамического драйвера. Смотрится это достойно, сидят они удобно, да и с изоляцией все в полном порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас быстрый по скорости затухания и импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1,44%, что заметно так выше нормы. Фаза ведет себя естественно, а с возмущениями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с крутым таким переходом на середину, чуть менее выраженное выделение области разборчивости с пиком на 2,7 кГц и еще три акцента на 5,7 и 8,5 кГц. После чего нам немного приподняли верха и за пределами 15 кГц уже окончательно увели их на второй план. Замена насадок, как видите, лишь слегка приподнимает пики. И опять же все это очень похоже на легендарные Яндин Canon 2, то есть настройка тут топового уровня. Звучат же DMA насыщенно и очень масштабно, с правильно переданными логикой, выразительностью и тем самым объемом, что собственно и отличает данный сегмент от всего подешевле. Причем на фоне уже рассмотренных нами ZIGA DASKING здесь выдвигается именно вокал, а не весь звук целиком. Да и само звучание куда более естественное, прозрачное и живое. Into Auralaster зачем-то сильно подсвечивают средние частоты, а именно их разрешение и нюансы. Тем самым значительно так отдаляясь от однородности и натуральности звучания в целом. Следовательно, с одной стороны все эти три модели, так сказать, друг друга стоят, а с другой, как более честные и интересные, я бы все-таки выделил DMA. С акустической точки зрения они гораздо ближе непосредственно к оригинальному исполнению. Да, у них тоже хорошо так подчеркнут бас, но то и не удивительно, поскольку в конструкции используется целых два драйвера костной проводимости, а значит так оно по факту и задумывалось. При этом герои обзора не звенят при щелчке ногтям и не заводятся на высоких значениях громкости, как это было в случае Celeste Plutus Best от Canera, что тоже серьезное такое достоинство. Дону Falcon Ultra мне показались еще ярче, четче, агрессивнее и даже прозрачнее ДМА. А вот те Audio Hype 2 на фоне последних уже не столь выразительны, эффектны и музыкальны. То есть при прямом сравнении герои обзора ощущаются чуть ли не на целую голову выше. Я бы их скорее противопоставил Hype 4, которым они хотя и уступают по уровню, но зато похожи по характеру. Баланс у модели выдержан просто потрясающе, ничего не выпячивается и не задвинуто на второй план. Звук в правильном смысле однородный, живой, с явно выраженной мелодикой, эмоциональностью и просто магнетичной вовлеченностью в материал. Басы здесь глубокие и текстурные, но без лишнего жирка или скажем вязкости. Серединка прозрачна, с отличным разрешением, превосходной динамикой и явным таким акцентом на выразительности и связности всего музыкального полотна. Да и верхам не так сильно зажаты, как доскинка и в то же время не столь навязчивы, как Falcon Ultra. То есть тут есть место и перкуссии, и воздуха, и всем сопутствующим резонансам, но без, так сказать, перегиба и ухода в колкость, грязь и сибилянты. Следовательно, DMA куда гармоничнее и с акустической точки зрения немного точнее своих одноклассников, значительно уступая только решениям из более высокого сегмента. Что, как я считаю, абсолютный успех. Да, придраться можно и к ним. Яркости тут кому-то будет многовато. Другим чуть не хватит амплитуды баса или вокал на их вкус окажется недостаточно отдален. Но лично я считаю, что все это уже чисто субъективные критерии, а следовательно и удовлетворять им вовсе не обязательно. Само же звучание я бы описал как подробное, насыщенное, с прекрасно переданным масштабом, глубиной и динамикой. Причем как ее макро, так и микро подчасти. С кучей всяких мелких нюансов, погружением в материал и, что тоже очень важно, той самой аудиофилской насыщенностью и благородным бархатным окрасом. На раскачку они, как мне показалось, не особо требовательным, да и в плане стилистики ничем не ограничены. Наслаждался в них и роком, и металлом, и кучей всяческого джаза, оркестровой музыкой, ну и конечно разноплановой электроникой. Со всем они справились, я просто, друзья, кайфовал. Сказать честно, это одни из лучших наушников в данном сегменте, что только попадали ко мне в руки. Придирки две, MMCX и искажения, ну а достоинств вагон и маленькая тележка. Да, тут нет тактильного ощущения прикосновения, как это было в плутус бест, но нет и связанных с той реализацией проблем. А это, как вы понимаете, основной козырь в любых сравнениях. Все весело, драйвово мелодично и при этом максимально естественно, эффектно и, насколько это вообще возможно, честно. Итогом модель DMA от компании BGVP получила интересную такую U-образную внешнюю часть, удобную посадку, богатую комплектацию и, что скрывать, просто фантастически крутую настройку АЧХ. Все драйверы внутри исключительно от больших серьезных компаний, а суммарно полученное из них звучание можно безо всяких оговорок назвать живым, естественным и очень эффектным. Пользоваться данными наушниками для меня было не просто удовольствием, а так сказать большим аудиальным приключением. Конечно, нельзя сказать, что они прямо рвут всех в данном ценовом сегменте, докопаться можно до чего угодно, но что у них точно не отнять – это мелодичность, объем и чуть ли не идеальное разрешение. Мне очень понравилось, поворчу лишь на тему неактуальности ММСХ и, наверное, спорного числа искажений при замерах. А на этом у меня все. Это были наушники BGVP DMA. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра. Субтитры сделал DimaTorzok